всем привет добро пожаловать в новый влог наконец-то настал тот момент когда я могу подоставать из коробок все то что я покупала кстати в основном онлайн для мальчиков к первому сентября и не только 1 сентября у нас торжественная часть а второго уже начинается обучение такие школьные будни на 1 сентября мальчикам необходимы были классические туфли это та еще задача я по быстрому покажу то на что стоит обратить внимание то что ну не очень хотелось бы рекомендовать возможно кому-то из мамочек пригодится потому что найти классические туфли и чтобы они еще и были удобными и красивыми для детей это миссия невыполнима но у меня это получилось на заланда я нашла вот этот бренд фрибу наверно типа так файбу и у них очень много классики для детей есть маленькие размеры и подростковые это кожа и они не все с перфорацией есть самые обычные но красивые прям достойные я заказывала игнашику на выбор те или эти уже вернула остались только эти но они очень симпатичные такие стильные и ножка сюда хорошо помещается ничего нигде не жмет не шлепает при том что я брала чуть-чуть с запасом помимо этого когда мальчики в будний день будут приходить в школу они могут надевать любые кроссовки что угодно туфли но обязательно сменная обувь и она тоже должна быть черного цвета типа как кеды но не кеды кроксы сандалии какие-то тапочки не вариант не разрешают для игната я не нашла ничего другого помимо вот этого и на тоже успел их поносить дома и видите как они выглядят это next им такие типа как тапки у них есть в больших размерах 36 37 ну пока будет так они из тканей но хорошо хоть без завязок это очень удобно а захарчику взяла вот эти они очень классные я думаю что даже для обычной жизни чуть примялась в коробке нужно сейчас расправить бренд как видите вот этот тоже нашла на заланда и нигде до этого его не встречала у нас до сих пор проблема с ногой и не в каждую обувь захар может вложить ножку с это у нас тоже нет проблем здесь резиночки такие и опять же без шнуровок не будет развязываться хоть не полетит лишний раз не споткнется я надеюсь ну и форма с формой это вообще полная катастрофа потому что полтора месяца нужно ждать заказ если что-то не подойдет можно вернуть и снова полтора месяца ждать и нигде нельзя померить то есть только заказ онлайн и попробуй разберись я не знаю как я буду выкручиваться потому что брюки совершенно не подошли со свитерами тоже проблемы но главное что на первое это месяце у нас что-то да найдется это парадная выходная форма то есть такой свитерок с эмблемой обязательно должна быть рубашка она у нас с прошлого года я покупала в next и для захарой для игната также необходимо было купить галстук этой фирменной школьные они ходят в частную школу которая называется с херца я кстати очень довольна томок там особо не вникают все окей и захару вроде как нравится игнат уже не может дождаться у них еще супер садик а это свитерок на каждый день и в обычные школьные дни они должны надевать белое поло еще у нас по цвету должны быть серые носки конечно детских покупок было очень много и у нас требуют в школе чтобы для бассейна кстати тоже в докатлоне игнату покупала для бассейна для танцев и для спортивных занятий было три отдельных вот таких мешочка по-моему убрала в смеке если я не ошибаюсь сейчас уже могу что-то напутать собираешь это и относишь школу у детей все там хранится они только периодически приносят все постирать маленькие большие почти как президенты боже как мне нравится школьная форма так я вижу настроение хорошее хотите в школу ладно мы уже собираемся поедем и дальше будем праздновать мужик наблюдал за мной как я пыталась запаковать все шарики игнат спросил будут в этом году как у захара но пришлось заказать только они не поместились поэтому так и поеду родители к сожалению не могут заходить в школу поэтому все так толпятся и поочередно вызывают свои детей томок пошел за мальчиками я отвозила он забирает игнашка ты не потерялся там не ой классно и часто и вот сюрприз нравится я же обещала пойдем традиции приехали отмечать это событие в тау мальчики любят суши с креветкой в тембуре вообще это классный ресторан смотрите какая вкуснотень у томика это утка маринованная тыква зеленушка разная и орехи и здесь отдельно подаются такие рисовые блины пальчики вверх пожалуйста спасибо в общем ты сам сидишь и сворачиваешь это все я уже часть своего съела но заказала еще и острые креветочки 0 для игната потому что это нулевой класс и 2 потому что второй класс это пейерверк мальчики пошли спать а я буду печь пирог у нас с вами сейчас сезон яблок и слив со сливами я тоже обязательно что-то придумал а сегодня вечером я буду печь яблочный пирог что нам необходимо для вашего удобства я обязательно оставлю список всех ингредиентов с пропорциями в инфобоксе яблоки чуть раньше я достала масло из холодильника но должно быть комнатной температуры также как и яйца 4 яйца я забыла и достать поэтому просто залила их теплой водой сахар сахарная пудра у меня только сахар сейчас его измельчу разрыхлитель мука и корица также форма для выпечки у меня вот такая тефаль какой у нее диаметр наверно стандартные 24 сантиметра именно такой нам нужен я еще дополнительно воспользуюсь пергаментной бумагой потому что так лучше все будет отставать но это вовсе не обязательно можно смазать маслом и посыпать панировочными сухарями или же манкой ну что поехали пока мои яйца тут утепляются и я займусь яблоками нам необходимо около 600 грамм я на глаз это все буду делать с яблоками я уже все порешала не стану испрызгивать лимонным соком чтобы они не темнели я и так буду посыпать это корица яблоки у меня не слишком сладкие но вы можете это сделать если вдруг хотите чтобы яблоки сохранили свой внешний вид теперь нам необходимо отделить желтки от белков желтки нам скоро пригодятся а белки я сейчас забью при помощи миксера со щепоткой соли белки меня в этот раз не подвели все взбилось так как надо поставлю их на время в холодильник разогреваем духовку до 180 градусов чтобы она уже была готова к использованию спустя несколько минут так как мой пирог будет с крошкой и и необходимо сделать я возьму две столовые ложки холодного в этот раз масло 2 ложки сахара и 3 ложки муки течение нескольких секунд перемалываем все содержимое блендером такую крошку и чтобы она не растаяла тоже ставим ее на какое-то время в холодильник термомиксе не обязательно готовить несмотря на то что это не родной рецепт из этого агрегата я все равно воспользуюсь им накладываем 200 грамм нашего мягкого масла взбиваем его миксером приблизительно так продолжаем взбивать на небольших оборотах и постепенно доливаем желтки продолжаем взбивать и также постепенно выкладываем сахарную пудру высыпаем муку и чайную ложечку разрыхлителя и теперь вымешиваем тесто у нас должно получиться гладкое однородное тесто и для чего были все эти танцы с бубнами с белками с желтками так тесто получается гораздо нежнее осторожно выкладываем их нашу миску да что же такое сегодня наверное уже подустала перемешиваем осторожно ложкой или если используете миксер то буквально три секунды и на самых маленьких оборотах нам нужно чтобы ингредиенты перемешались но чтобы текстура белков все-таки сохранилась более менее я как видите тут за кадром все подготовила вот в жизни так приходишь купа сделано но так не бывает и конечно же выкладываем наше тесто я пытаюсь снять мой венчик текстура этого теста очень необычная конечно же она жирненькая все равно аж как будто пружинит из-за того что мы с вами белки взбили отдельно помогаем ему слегка распределиться по форме я попробую несколько необычно выложить яблоки я беру тольку и вот так как бы каждую втапливаю делаю это по кругу посыпаем все корицей в конце еще более-менее аккуратно распределила крошку не переживайте если это будет выглядеть так все равно во время выпечки она слегка подтает и потом сверху у нас образуется локальная но все же хрустящая сладкая корочка отправляем пирог в холодильник в духовку на 40 минут и я попробовала включить термообдув пирог испекся я посыпала его сахарной пудрой правда это нужно было сделать тогда когда он остынет ну да ладно я отправляюсь ко сну завтра на завтрак у мальчика будет вкуснейший нежный ароматный сезонный пирог обязательно попробуйте потому что рецепт бомба я решила еще проверить пропеклось ли все внутри да все прекрасно хотите прикол сижу я в детской ванной комнате я немножко убиралась и решила собрать детские вещи которые будут необходимым бассейн вообще давайте подведем итоги первой школьной недели если захар уже более организован он как-то сам уже смотрит за своими вещами и все пакует то игнат у нас рассеянные с улицы бассейны и ему это позволительно потому что у него сейчас идет адаптация новый период для него и в целом все окей потому что нет вот этой истерики утренней что я не пойду я не хочу мне не нравится то есть хоть этим все в порядке но для меня как для мамы это уже дайте и смешно и плакать хочется потому что перед учебным годом ты бегаешь там все подбирая что нет размеров откуда ты заказываешь и всего за несколько дней у нас утеряно 2 школьные формы то есть их вот эти свитерки и над горит я не знаю где они и все бы ничего все можно докупить но школьную форму нужно ждать полтора месяца так долго то ли отшивают специально то ли так много заказов но я не знаю максимум максимум минимум месяц ну то есть если не повезет то полтора если повезет то месяц а школьная форма нам просто напросто необходимо дальше игнат в один день вернулся не в своем пола это ладно полу нас достаточно вы просто знаете что что он пошел в одном пола своего размера с коротким рукавом пришел пола на два размера больше длинным рукавом говорит мама что-то мне так жарко было неудивительно и собирая вещи на бассейн я заметила что и над вернулся с первого дня в бассейне без шапочки которую я в панике искала за день до этого потому что куда-то пристроила еле ее нашла снова нет этой дуба на и блин вы измените шапочки и очки вам тоже не принес нужно еще очки для плавания я сижу и думаю блин вот есть дела которые нужно сделать здесь сейчас то есть по работе все что касается там бытовых каких-то моментов то есть накормить убраться еще не мешало бы провести время вместе с детьми иногда я так и делаю вот бытовых никуда не денется то есть если помимо меня никто этого не сделает то как бы сделаю позже ну подумаешь на прошлой неделе мы многое оставляли и выходили то на велосипеда пока погода была классная то просто ездили гулять в краков ничего страшного так тоже бывает вот но все равно ты возвращаешься и понимаешь что нужно найти эту форму и это занимает так много времени вот эти поиски какие-то организационные моменты ты тоже не можешь прийти в школу и все нормально у всех поспрашивать из-за этих к видных мер то есть не нужно написать email и вот так в течение дня таких приятных мелочей у меня набегает на целый час будни мамы что сказать не хуже и не лучше чем у всех остальных никто за меня эту работу не делает и иногда у меня складывается ощущение что я решала одно и сразу уже подоспевает другое я как белка в колесе и вообще стойкое ощущение того что ничего не успеваю если вам то что кажется то как минимум вы не одни мы с вами в одной команде а теперь иду накрывать на стол потому что время обеда неотъемлемая часть моей повседневной жизни это покупки продуктов я только что приехала из лидла давайте распакую вместе с вами и покажу что я купила в этот раз кстати за все и заплатила около 50 евро из мясного 2 упаковки свинины по 400 грамм планирую сделать обычные котлеты впереди выходные сегодня у нас четверг нужно что-то есть все это время лазанья признаюсь вам честно что я никогда в жизни не готовила сама лазанью возможно это не так сложно но в лидле продается неплохая готовая и просто ставишь прям в этой форме в духовку и за полчаса вуаля лазанья уже будет на столе упаковка от курицы где-то потерялась по пути домой выпала наверное это уже маринованная курочка полностью еще на беконе распакую положу ее в руках и тоже будем запекать может так страшно выглядит здесь две мини пиццы иногда тоже мальчиком покупаю мне захотелось попробовать растительные колбаски которые жарятся на сковородке у меня есть сковорода гриль когда буду лениться да это у меня такие покупки когда совсем нет времени ни на что даже на то чтобы поесть так что сделаю себе с каким-то салатом овощи покупаю здесь недалеко от дома не в супермаркете но увидела что влили есть лисички томак очень любит яичницу и всегда выходные когда именно сезон грибов делает себе такую яичницу я не особо поклонница я бы просто их пожарила как-то с картошечкой стушила возможно о кстати как вариант но здесь что-то маловато для картошечки до 200 грамм они же еще ужарятся я подумаю шпинат для салатов смузи сейчас я не пью но как основа или даже на бутерброды кладу вместо листьев салата это у меня блин вот не поверите по-польски это календра но мне всегда нужно напрячь мозг чтобы вспомнить как это по-русски вспомнила кинза до раньше терпеть ее не могла а сейчас готова есть совсем очень люблю бутерброды с авокадо с кинзой соком лимона или лайма и солью можно еще посыпать острым перцем у меня есть такой в хлопьях и из айхерб это вообще бомба мой самый любимый завтрак могла бы есть каждый день огурцы не подумала что котлеткам как раз будет очень в тему давно мы не ели ничего это даже не консервированные это квашеные огурцы все как-то свежая свежая пока был сезон захотелось даже самой чего-то кисленького у нас начал появляться инжир я взяла себе 4 штучки и хочу сделать себе вкусные сладкие бутерброды покажу с чем хоккайдо сегодня буду делать прямо сейчас когда разберу это все тыквенный суп и хоккайдо это тоже очень вкусный сорт тыква она сладкая и ее не обязательно чистить я помню что даже мальчикам когда они были супер маленькими я делала всевозможные пюрешки на основе тыквы хоккайдо такая кремовая очень вкусная вкус такой насыщенный и я покупаю всегда тыкву био потому что если не чистить что хорошо было бы быть уверенным в том что здесь нет никакой химии взяла один батат он довольно крупный хочу съесть как-то на обед я запекаю его и потом делаю такой соус с чесночком на основе йогурта с какой-то зеленью которая у меня есть тоже люблю я не знаю мне есть те блюда которые я могу есть каждый день без преувеличения и большой кусочек инжира не инжира имбиря я часть используем для тыквенного супа супа в прошлом году у меня был рецепт в инстаграме наверно сохранился или где-то на ютюбе ну а остальное мы так съедим или в чай тоже люблю добавлять еще затерялась у меня паприка чили это тоже для супа когда она высыхает я тоже все равно ее использую я так люблю посыпки вообще-то это должен быть овечьий сыр такой из гор вот самый вкусный продается там и мне нравится вяленый господи я могу даже в микроволновке подогреть и съесть это с клюквенным вареньем значит как я буду делать эти сладкие бутерброды я покупаю рисовые вафли потом такой творожок типа альметто какой-то такой поливаю кленовым сиропом и инжир а иногда и без кленового сиропа это так вкусно еще можно поверх положить орешки чеснок это у меня белый чеснок он всегда менее красивый но такой же вкусный я не помню чтобы я покупала жвачки как они ко мне попали интересно я вообще не жую жвачки после того как вставила коронки зато там их жить жить без них не может поэтому дам ему приправа для курицам просто у меня закончилась поэтому зала и очень люблю тайское кокосовое молоко вот она какое-то самое вкусное это тоже для тыквенного супа из молочки молоко йогурт хочу делать панкейки на завтрак сметана для салата в польше продается сметана 12 процентные 18 процентные 18 процентные не сворачиваются вот это зачастую идет именно для салатов монты это мальчики тоже идти отсела две штучки а для себя кокосовый йогурт он тоже такой кремовый вкусненькие и вроде а да правильно то иногда ошибаюсь и беру с сахаром нет этот без сахара хотя на самом деле по вкусу он чуть-чуть сладковатый не поверите но томок вообще никогда не пьет обычную воду он всегда наливает какой-то сироп или покупают газировку ему взяла сироп из цветов черные бузины мы с игнатом в этом году тоже собирали делали но уже все выпили из бытовой химии вроде как все есть закончилась детская зубная паста пока жду посылку из айхер взяла просто какую-то первую выпавшуюся и у нас закончились ватные диски томок не пользуется моим многоразовым поэтому приходится докупать и такие и последнее это памперсы у нас очень большая проблема с микой ну как она и была но у нас получалось как-то это контролировать улучшать ее состояние я наверное чуть позже более подробно расскажу что и как ничего не изменилось ухудшились анализы ее состоянии и она постоянно писает я не знаю она в стрессе и после ночи самая большая проблема поэтому нам еще полгода назад говорили купить памперсы я стояла не могла в курить какой размер взять ну то есть есть собачьи памперсы но в ветклинике нам сказали что можно покупать обычные детские и прорезать дырку для хвоста пока что не знаю насколько это вообще будет иметь смысл господи именно поэтому я так долго не снимала блоги мне правда не было настроения сегодня так называемая суббота на расслабоне начало 10 вечера и только сейчас мы едем в краков кстати не просто так расскажу зачем и почему на расслабоне это относительное понятие у нас просто не было гостей мы никуда особо не ездили много домашних дел то мы приводил в порядок наш сад я занималась стиркой уборкой готовила обед а еще интересный момент томок отвозил сахара на детский день рождения на 10 часов утра я так понимаю что из-за большого спроса на посещение разнообразных вот этих детских комнат развлекух и также из-за ограничений люди уже соглашаются на любые на часы проведения мероприятий дней рождения и так далее вот поэтому мы ездили на девять часов утра и два раза на десять вот так интересно к обеду ребенок уже свободен то есть часу он уже вернулся домой потом мы были на пляже у нас знаете такая очень приятная погода комфортная и на пляже практически не было людей я гуляла вдоль побережья с микой а то мы с детьми купались они были единственными кто залез в эту холодную воду я всегда протестую говорю не надо чтобы они не простудились а то мы к вот не надо трястись над ними хотят купаться пусть купаются и я думаю что если было реально холодно то они не выдержали бы так долго короче закалялись куда мы едем сейчас я все спортивным костюмами так не хочется одеваться потому что холодно вечером и я просто поверх надену кожаную куртку и все тоже хочется как-то так удобно я иногда хочу нарядиться иногда мне хочется так знаете на спортивном обои удобные кеды потому что мы едем на парад драконов он проходит каждый год помимо прошлого года на протяжении 75 лет и его организовывает краковский театр гротеско и это все происходит на висле на реке которая протекает через краков ним вот очень красиво на всех этих барках такие подсвеченные драконы разные фигуры там вот и потом салют говорят что в этом году они будут использовать новую пиротехнику такую современную которая во первых полностью биоразлагаемая во вторых она не издает столько шума как вот эта пиротехника старого образца то есть локально именно будет слышно какой-то шум но не так бакает как обычно салют посмотрим вообще было бы хорошо если салют был бесшумным правда все пойдем и я надеюсь что несмотря на полную темноту за окном мне удастся что-то поснимать сегодня воскресенье у нас еще один детский день рождения уже не знаю что подарить этим детям это мы придумал чтобы купить воздушного змея в декатлоне когда его разложишь он довольно большой и прикольная игрушка я бы тоже была не против если бы нам кто-то подарил воздушного змея детям всегда очень нравится я заехала в папку купила упаковочную бумагу а то у меня только праздничная и сейчас покажу как я запакую это все нестандартного размера когда-то очень давно купила белую ленту и она кстати ко многому подходит часто меня выручает когда запаковываю подарки ничего более разумного я не придумала чем запаковать это форме конфеты мы идем на день рождения к мальчику точнее захар и собственно все готово воскресная атмосфера насколько же проще готовить вместе томок сегодня решил сам сделать котлеты ему нравится готовить но главное под настроение столько мясо купила почему он сделал только 6 штук кстати размерчик далеко не детский согласитесь нужно будет потом нарезать потому что дети целую котлету такую не съедят он также почистил картошку будем делать пюре а я занималась салатами нужно еще сейчас заправить салат уже перед подачей это просто огурцы помидоры зелень сметана и соль салат который не поверите вызывает множество вопросов несмотря на то что я уже столько раз говорила как я его готовлю капуста фиолетовая немножечко лука соль перец майонез и перемалываем блендере не до однородной массы до такой это все но почему-то до сих пор каждый раз когда я захожу в инстаграм кто-то спрашивает оля а что там было за салат вот такой очень простой и не хочу есть с майонезом поэтому буду есть зеленый салат пока овощи все еще свежие и со сметаной у меня под рукой сейчас посылка которая приехала ко мне сегодня это мое приобретение для меня поощрение награда не знаю баловство себя любимой но абсолютно точно могу сказать что сейчас для меня не совсем комфортная ситуация потому что когда я покупаю себе что-то мягко говоря не дешевая я должна это переварить я никогда сразу не открывал какие-то приобретения я уж тем более сразу этим не пользуюсь и я помню когда подписывала документы на машину когда ее приобретала и я вообще две ночи не спала я думала ну как так я что-то такое дорогое смогла себе позволить и это именно психологический момент блин я сейчас расплачусь знаете почему потому что я действительно многое отдаю многое вношу нашу семью и финансовом плане также я обучаю детей я вожу всю семью отдыхать я серьезно вложилась в бизнес прошлом году и сейчас я могу сказать что да это моя блин заслуга без преувеличений у меня аж дрожат руки конверт с чеком и красивейшая коробка которую я конечно же сохраню вот так это все приезжает из официального сайта я скажу вам что я готова была приобрести эту вещь даже будучи в италии у меня был такой план каждый раз когда мы приезжали в какой-то город будет или уже был закрыт или нужно было срочно накормить детей и как-то вы знаете были заняты чем-то другим поэтому я не хотела оттянуть все семейство по магазинам потом когда я была в украине я заходила в бути кучин там был этот аксессуар я его покрутила по примеряла и все равно ушла без него и я думала об этой вещи наверно ну больше года точно сначала я порадовала свою маму и только потом решила приобрести это тебе я даже тише говорю если вы думаете что это все так вот легко дается то это абсолютно не так я очень осознанно подхожу именно к таким покупкам ну что бантик распаковщик из меня тут еще как она открывается пыльник куча бумаги и моя моя новая сумка это такая же модель как я приобретала маме только в ткани хорспит конечно же есть этикетка я вот знаете все равно не снимаю все там вот эти штуки потому что думаю правильно правильно нет ну что оставляем подождите я думала эта ткань или она чем-то так обработано как там я помню было всего несколько свободных минут киеве я покрутила покрутила ее померила еще малышу тоже хорсбит она вышла в этом году со сменными ремешками и я думала сначала взять ее но она слишком маленькая хотя очень красивая также идете пока в ткани и цвет кожи бывает разным и светлым и также красные очень красиво выглядит я пробовала носить один раз наверно сумку мамы она настолько удобная она гораздо легче чем моя ипсон лоран и я потом в покупках покажу вам еще сумку из манго которая чем-то напоминает эту и селин также ну в общем где-то они там позаимствовали эту идею но потом решила что куплю эту по той причине что у нее необычный коричневый то есть он как ореховый и не слишком теплый и не слишком холодный и также мне нравится в принципе сочетание вот эта пряжка что взять ее сегодня с собой я со своими вот этими заморочками только сейчас заметила что посылки была еще авоська гуччи как пойду теперь за продуктами буду самой модной на районе я отсидела себе ноги они просто занемели я все это время сидела на корточках сейчас я иду по-быстрому вывести мику и еду в краков по делам на этом мы с вами прощаемся не забывайте поставить пальчик вверх спасибо что вы разделили эту небольшую радость со мной ну а теперь пока пока до новых встреч уже совсем скоро Продолжение следует...